В функциональной обязанности заместителя Хокимов городов и районов по вопросам инвестиций в межэкономической деятельности ходят решение вопросов по проведению единой государственной инвестиционной политики, привлечению иностранных инвестиций, обеспечению своевременной эффективной реализации проектов с их участием, расширению экспортного потенциала на местах, оптимизации и усилению импортных операций. По этим параметрам в системе КПА определяется эффективность их работы. Было проанализировано выполнение плана по созданию рабочих мест в рамках инвестиционных проектов. И исходя из этого территория были разделены на зеленые – хорошие, желтые – удовлетворительные и красные – неудовлетворительные. Несмотря на то, что по выполнению данных показателей неоднократно давались конкретные поручения, официальные предупреждения и взяты соответствующие объяснительные письма, некоторые заместители Хокимов районов и городов по вопросам инвестиций в межэкономической деятельности не делают соответствующих выводов. Об этом было сказано на видеоселекторном аппаратном совещании под председательством Хоким области. В частности, при сравнении показателей девяти месяцев с показателями по итогам десяти месяцев, результаты Штаханского, Самарканского, Толякского и Постаргомского районов улучшились на одну позицию, города Катакургана – на три, Джамбайского и Ургутского районов – на четыре. Однако, по сравнению с предыдущими девятью месяцами, показатели Катакурганского, Нурабадского и Поярыкского туманов ухудшились на две, Пахтачийского района – на девять позиций. Результаты города Самарканда, Нарпайского, Кушрабадского, Агдаринского, Булунгурского туманов не изменились. По результатам мониторинга, шесть территорий оценены как желтые – город Катакурган, Нарпайский, Кушрабадский, Поярыкский, Толякский и Постаргомский районы, а три района – Пахтачийский, Агдаринский и Булунгурский – из-за невыполнения своих обязанностей заместителями Хокимов и вопросом инвестиций – оказались красными. Заместители Хокимов, чьи районы попали в красную зону, получили строгие предупреждения. Им дано время на выполнение поставленного плана по истечению 11 месяцев с учетом допущенной задолженности. Остальным должностным лицам также поручено принять меры по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционной привлекательности и повышению экспортного потенциала.